Добрый день! В программе «Арс Профиль гармонии» или «Арс Профилармония» сегодня я со Святославом Луниовым беседую. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть, потому что я был на одном концерте филармонии. Это было Alter Ratio, это были какие-то фантастические люди. До этого был дирижер здесь, она рассказывала о том, как это будет все мирно. После концерта я понял, что есть какие-то композиторы современные, которым не тесно даже в соседстве Сильвестрови и Гробовском. Насколько они вас притискивают как молодого украинского композитора в вашей жизни? Вы чувствуете такое стеснение какое-то в прямом и в таком втором смысле? Трудно говорить о стеснениях. Когда Брамс принимался писать свою симфонию, первую только, он очень долго не мог переступить некий внутренний запрет, потому что, как говорил, тень девятой ему мешала. Ну, она просто своим присутствием мешала. То есть, понимаете, присутствие Сильвестрова с тобой на одном острове в сравнительно небольшом, она, конечно, давит. Просто давит и, безусловно, не можешь по-другому к этому относиться, так как кто-то говорил. Томас Манн говорил о том, что Первая мировая война не должна была бы начаться, если бы он был жив, имея в виду Толстого. Если бы он просто там сидел в Ясной Поляне, просто присутствовал в этом мире, то дислокация сил, возможно, была бы другая. Хороший выход. Но вы сразу меня по двум тропкам расходящимся этого сада, беседы наши, как-то посылаете. Недалеко, я надеюсь, конечно, Томас Манн, это доктор Фаустас, и вся современная музыка уже после Адорна и Нововенцы, и сейчас о них тоже как-то не так часто вспоминают, и еще реже слушают. А первая тропка, она даже как-то занятнее, ведь все-таки после девятой Бетховена, тут есть один у меня такой знакомый хороший бас-бретон, говорит, ну вот в Японию съезжу девяточку попою, и нормально что-то можно будет... Дальше продохнуть, немножко пожить. Да, пожить. Так вот, там же скорее была проблема вот того, что потом у Вагнера, мы с ним вспоминали, музыкальная драма, театр, музыки, по сути, да? А Бранс, он как-то вот пошел своим путем. Для вас кто предшественником-то, получается, был? Если уж не стесняющие вас фигуры и тени, то на чьих плечах стоим? Так банально, но всякий вопрос великий банально. Ну, я думаю, что каждый человек проходит, ну, практически всю, всю какую-то культурную парадигму разных течений, имен, влечений, отклонений, то есть он должен пройти это культурное пространство, как-то побродеть по нему, сжиться, понять кто есть кто, и ощутить, что тебе ближе, как-то что-то, что-то пытаться найти свое, не скажу, найти. Да, на непосредственно предшествовало все-таки вашему такому вдвижению в музыку, если вы говорили о Брамсе и о Бетховене, то здесь как бы интересно, вот Лунёв и кто перед ним? Вот кто вам мешал писать, может быть, ну, первую, вот ту оперу, о которой мы сегодня поговорим, «Москву петушки» мы вспомним, или первую крупную форму, кто вам мешал писать, сочинять такое? Трудно сказать, первая крупная форма у меня была, это был диплом процесс для фортепиано с оркестром, то есть я как бы так думал, что концерт уже претенциозно звучит как-то. Ну, я не чувствую жанра концерта, вот этого вот концертирующего рояля. Процесс это кафканское что-то или это? Нет, хотя была написана кандидатская диссертация даже по моей музыке, и там полностью все даже лейтмотивы были расставлены, и там ее ЗФК, и Лени, и секретарь, адвокат, все там были. Ну, это неважно. Крупная форма, безусловно, когда молодой автор принимается за какое-то сочинение, он так или иначе, ну, пытается соотнести себя с какими-то явлениями, то есть, ну, в какое русло вот хотя бы, кому он будет наследовать, ну, кто для него является идеалом, все-таки, безусловно. Я думаю, что в искусстве, в культурной традиции невозможно без вот этого наследования преемственности. Ну, для меня были Барток Прокофьев на тот момент. Это, если так, просто говорить тупо прямо в лоб. А что ж тупо, это здорово. Да, потому что это была буквально практически одна пластинка, пятый концерт Прокофьева, второй концерт Бартока, рифтером сыгранный. Это в каком возрасте она попала вам? Да лет 17-18, да, то есть, ну, я сравнительно поздно музыкой начал заниматься. Консерваторию заканчивал уже в 29 лет. Да, так что это было произведение, ну, я до сих пор его, как бы, считаю в своем активе, я не считаю это ученическим. Как бы, с этого, в общем-то, можно начинать биографию. Потому что тоже «Москва петушки», она практически параллельно тоже начиналась писаться к тому же этому концерту, который на втором курсе я начал писать. Вы сейчас только заговорили об опере, которая никогда не была поставлена. Да, потому что у меня есть некий такой вот набор сочинений, которые все время со мной живут. Так или иначе, они как-то мутируют, немножко в другие, возможно, переходят, транскрибируются в другие формы, жанры. Ну, вот они не так присутствовали. Ну, например, я после консерватории начал вдруг резко очень писать «Москва петушки», продолжать. И потом у меня вот в клавире вдруг идет «Дама червей» напекла крендели. Я помню. И Кэрол в тот момент вдруг перебил, и лет семь я к петушкам не возвращался. Вот, то есть, так получилось, что я как-то свернул в параллельный какой-то мир. Потом, кстати, продолжал «Петушки», пошли новые русские танцы, которые вот вы слышали, что «Лопатинский», Баршевский. Ну, вот в таком духе. То есть, как-то это все взаимосвязано. У меня я не могу даже разделить это на разные периоды. Но тогда биографическое отступление нам необходимо. Вы сказали, что вы поздно стали писать музыку, но сразу как-то очень серьезно взяли за Венечку Ерофеева. Может быть, этому предшествовал какой-то опыт тоже в сравнении с Венечкой? Да, опыт армейский, да. Я считаю, что, в принципе, вот один дирижер, тоже такой известный киевский дирижер, я с ним общался в тот момент достаточно близко, и были какие-то попытки проектов, и про «Москва-петушки» был разговор и так далее. А он, ну, так сказать, возлияниями увлекался. И он говорил, ну как, ну что, а я известен как практически трезвенник, ну как бы, да, то есть, ну для него, по крайней мере. Он говорил, ну как можно за эту тему браться? Я говорю, ну для меня там это не главное абсолютно. Меня совершенно другие вопросы интересуют в Ерофее, или в таковом. Может, вы ездили часто на электричке, там, в Киев откуда-то из пригорода, может, у вас родственники где-то? Да, у меня родственники есть, родственники есть в Питере. А, в Питере, далековато на электричке, но поезд. Да, да, ну это было, да, то есть, ну я ездил много. Но тут дело не в шутках, а в том, что, в самом деле, как это поставить, что для этого нужно? Для этого нужна группа у людей, фанатичная, желающих это сделать. Собственно, пока что я один. Ну, два слова высоких добрых мы должны сказать не только о Лопатинско-Барышевском, о них мы еще скажем, а об этом альтерация. Альтерация Ольга приходит в вашу музыку. Замечательная Ольга. Как вы с ними взаимодействием? Вы были там у истоков, вы сказали? Да, ну в каком смысле я у истоков? Я могу сказать, что да. Из одного истока попитывались? Нет, я имею в виду, что я был у истоков, как бы я наблюдал их, как бы можно сказать, за рождением. И вот с Ольгой мы познакомились, когда она еще была студенткой, ну там, предвыпускных каких-то, я уже не помню, четвертый или пятый курс, может быть, пятый. Вот, и я этих всех ребят видел, как бы, они готовили программы, я на всех ходил концерты, мне поразило вот совершенно удивительное какое-то, ну, желание, желание и любовь к музыке, вот, желание просто жить музыкой. Я не знаю, у всех очень разные биографии, у всех разные работы, и я проникся уважением вообще к дирижерам хоровика. Я их раньше считал, это значит, как рядовой, ну, рядовой состав, вот есть генералитет, есть там средний состав, младший лейтенантский какой-то, сержанты, а все остальные, это вот дирхоровцы, вот они бегают по коридорам, ну, 30 человек туда, 30 человек сюда, каждый день хор у них там, ну, практически по нескольку часов, то есть, и, как бы, стертые личности, но когда я вот увидел их сблизи, как они работают, как они музыку пропускают через себя, я совершенно был, ну, поражен, вот, во всех смыслах этого слова. Это совершенно уникальный жизненный организм, я считаю, вот, артист хора, ну, или ансамбля, особенно ансамбля, конечно, хор, там нивелируются многие вещи, потому что ты, в общем-то, в партии в своей вписан, как там, пятая скрипка, ну, третий-четвертый пульт, можешь в этой партии, как бы, время от времени покемарить, и тебя, как бы, ну, минет чаша горькая. А тут каждый солист, каждый солист, каждый, мне очень нравится, что каждый разнотембровый, каждый характер Ольга, приходька, как руководитель, она уникально умеет распределять вот партии, то есть, вот, композитор не должен думать вообще, кто будет что петь, какие ноты, это она делает все, то есть, можно говорить о полноправном, таком, сотворчестве, еще как соавторстве. Вот уже и самый-то сложный вопрос здесь вот о современном звучании, о современном звучании голоса, то есть, вот можно представить себе музыку, ну, как-то барочную, так, с трудом, там, аутентичные инструменты, и как-то это звучит, вот нам итальянцы тут подкидывали зрелище, конечно, и впечатление, когда было в филармонии, кстати, замечательный концерт барочной музыки, приезжал состав, инструменты, все, как положено, можно там какую-то электронную добавить в жизни, а вот эти голоса, они звучали как-то, ну, необыкновенно, для меня это было, вот, я даже боюсь тех слов, каких-то, ну, такое откровение, пусть будет осторожно. А что для вас сегодня вот современный звук вообще, вот современное звучание, вы добиваетесь этого, что я немного прослушал сети, ну, понятно, Лопатинско-Баршевско, эти новые русские танцы, сейчас мы два слова скажем, но подойти к этому как-то через какую-то, ну, вот, актуализацию, что ли, слово ужасное, но все равно звука. Ну, знаете, я честно скажу, что я об этом не задумываю, ну, не думаю, в тот момент, когда я пишу, но это правда, я думаю, что большинство авторов не задумывается, ну, то есть, есть, очевидно, определенная группа людей, которые пишут своевременную музыку, знаете, такая, не современная, в свое время. Ну, вот они считают, что есть какие-то табели, какие-то правила, каноны, по которым создается вот актуальное искусство, современное, концептуальное и так далее. Вот то, что сейчас на слуху, то, что сейчас модно, то, что сейчас в каких-то там, в топах, и нужно этому, ну, как-то наследовать. Все-таки, я думаю, что, ну, серьезному автору очень важно получить вот этот внутренний, какие-то называемые, внутренний такой социальный заказ, ты чувствуешь необходимость вот именно это сделать вот так. Ну, тогда уже были в танцах новых русских, самозвучание было их вот как-то высылающее и в 90-е, и к нынешним событиям тоже какое-то касательство. Да, удивительная вещь, что есть такие, как бы, шутки на эту тему, ну, в плане, я думаю, что там, где-то я слыхал, там, Кончаловский, какую-то тему, я сейчас не помню, как взвод, Андрон. Да, Андрон. В этом плане, да, ну, да. Ну, и не художник Кончаловский, мы так знаем, что вы знаете художников, да. Вот, Кончаловский говорил, что какую-то тему он хотел в кино, и ему говорили там, Андрон, но это не актуально, сейчас не смотрим. Он говорит, я абсолютно, значит, я, наоборот, еще пару лет подожду, вот, и оно именно даже сработает. Ну, потому что, понимаете, вот внутреннее осознание одного человека, все остальное потом, все остальные подтянутся. Знаете, как Шомберг говорил своим ученикам, что законы развития гениальной натуры, есть суть законов развития будущего человечества. Ну, то есть он всегда ставил, что кто-то один человек, он просто постулирует, он создает, действительно, этот ландшафт, который потом люди обживают, населяют, ну, или не населяют, но в любом случае он должен что-то рискнуть. И в этом смысле вы чувствуете какое-то свое призвание. Да, то есть я думаю, что даже старомодная, некая старомодная модерн, постмодерн, ретро, все имеет право на существование, никто не скажет, что это, например, сейчас отсылает, поэтому оно не модно. Я, когда смотрю, например, какой-то голливудский фильм, я считаю, что мощнейшей стороной вот индустрии американской, это, ну, я не скажу стилизация, но воссоздание пространства той эпохи, в которой вот происходит действие, например. Понимаете? Даже вспомнил Почеловского? Пару-тройку фильмов американских. Не смотрели вы «Поезд беглец», который он там делал? Да, смотри. «Стройч пипл», все эти люди, ну, и «Любовники Марии», конечно. Да, это, 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 это лучший, по-моему, на мой взгляд. Да, и «Титанго», и «Кэш». Но это было позже, это было, когда он там резвился совсем. Получается, что, когда вы говорите, что все здесь уместно и все работает в музыке, ну, и то, что у меня возникло уже не после альтера-рацио, а после как раз Лоботинского, Барышевского, ну, какое-то очень такое, знаете, полнозвучное состояние было. Знаете, одно дело, как они вообще звучали, ну, как они технически там совершенно, может быть, непревзойденные в моем представлении о том, как вообще могут пианисты нам вот показывать пианизм в нашей филармонии, но и какая-то была даже такая полновесность звука, потому что он был как бы и узнаваем. Я вот сейчас подойду к Тристи, какие-то вещи я послушал в интернете, там тоже какой-то, может, Майкл Найман называется, но уместно здесь будет вспомнить все-таки еще там пару имен, да, скажем, не Прокофьева, а Шостакович и Шнитке. То есть люди, ну, у позднего Шостаковича точно, я, конечно, совершенно в этом смысле такой даже воинствующий дилетант, но иногда что-то слушаешь в этой жизни, знаете, которая вся ушла на рок-н-ролл, вдруг что-то раз и звучит, и ты понимаешь, что надо было это слушать, но уже поздно. Нет, ну, когда слушаешь там Кориолан, Эггман, ты понимаешь, что это нет противоречия между собой, ты можешь быть брокером преклонных годов, правда, но когда ты это послушаешь, тебе это вставляет, то есть не больше в этот человек, он понимает, что он с Led Zeppelin легко перескочит на Битхойна, легко, понимаете? Так что-то вот есть у меня на этот счет мысли, но я к тому, что все-таки Led Zeppelin Led Zeppelin недавно вот в машине доставил и совершенно невозможно слушать, потому что все же так заезжено, а вот раз попсовать там того же там даже и Битхойн, не говорил, что там Шостакович и Шнитке, потруднее, да, но реже просто звучит в наших FM станциях, поэтому, наверное, вот с этими двумя фигурами, которые тоже, ну скажем, особенно Шнитке, такая, может быть, ужасная пословица там Семира по нитке музыка Шнитке, которые, повторяю, не критически, наверное, там усвоев из каких-то этих играть. Это Шнитке есть такой еще вариант. Но когда вот эта радикальная эклектика, если можно сказать, да, вот когда отовсюду эти звуки доходят, и этот звук становится в каком-то таком, в упаковке даже, так страшно сказать, композитора с современным звуком, можно сказать так, или тут все-таки синтез посложнее? Можно, но я, видите, тоже к Шнитке, ну, у меня особенное отношение, я его очень-очень любил, как бы потом как-то разлюбил, просто мне показалось, что у него достаточно, ну, однообразный, скажем, ну, не скажем не однообразный, но узкий спектр технических выразительных средств. То есть у него основной метод, что ли, композиционный, это, ну, скажем так, деформация, деструкция материи. То есть он дает как бы красивый образ какой-то и потом его разрушает. То есть вот это развеществление, развоплощение материи, это очень сладостно, это всегда огромное количество энергии при этом выделяется, как в радиораспаде, понимаете, ну, и так далее. И оно воздействует на тебя очень. Но в результате как бы ты все-таки, ну, ты что-ли что-то теряешь, это путь к энтропии, ну, мне кажется, вот. С другой стороны, например, тоже Прокофьева, который любил, это, мне кажется, противоположный. Это абсолютно психически здоровый какой-то вот радостный, мускульный. Можно даже его упрекать в том, что он ограниченный в каком-то смысле человек, который прошел мимо каких-то вот инновационных поисков языка 20-го века и так далее. Но он сохранил некий здоровый этот вот, ну, до того, как вернулся в Советский Союз, я имею в виду. Да ладно, здесь он написал столько всего, что… Да, но я считаю это трагически, абсолютно его шаг. Надо было оставаться? Да, я думаю, его соблазнили сталинскими временами. И как? Он хотел быть композитором номер один. Там он знал, что он всегда будет… Ну, Рахманин… …великому Игорю. Да. И всегда будет… И он даже просто там зарабатывал пианизмом, самым исполнительским и какими-то делами. А здесь он мог писать и как-то уже развернуться. Ну, а для вас такой проблемы нет, вот где проблема жить, работать? Может, когда уехать надо, может, на острова, наболить? Абсолютно, нет. А куда-то в теплые края вот тогда зимах кивая, раз, на Го уехал, Лунёв, и там как-то пишется лучше. Да, ну, на Го тоже. Вы знаете, что я не думаю, что Бетховен, когда у него отпускал его там катар желудка, когда у него не было диареи, и он, так сказать, бегал на солнышке гулял, да, на свежем воздухе, то в это время он не писал музыки. Всегда у Тома Самана есть замечательное, ну, очень интересное эссе по поводу болезней, творчества, взаимодействия этих вещей. Что, в общем-то, психическое здоровье и физическое здоровье, оно не провоцирует тебя на творчество. Да ладно, Олег Николаевич, он был какой-то здоровый человек и написал, ого-го, может, то, что он не композитор. Да есть, среди композиторов тоже люди довольно здоровые. Ну, знаете, если глубо-глубже копнуть, есть, там, если, знаете, лекции Быкова, я очень увлекаюсь, слушаю, вот, например, то есть он считает, что Толстой находился в колоссальном, катастрофическом внутреннем разладе и постоянном раздрае. То есть это его творческое, а его сети поиски, происки смысла поучительнее, все нравоучительнее, эти вот, то есть практически он как художник. Валерий Кузнецович, даже больше, чем с Быковым, что мир там треснул и трещина прошла через сердце композитора Лунёва в данном случае. Да вот, что трещит вокруг тогда, что у вас из проблем противоречия эпохи настолько занимает, мучает, что нельзя не писать. Как там, хочешь не писать, не пиши, а тут нельзя не писать, потому что оно нужно избывать как-то это. Кроме личной жизни, конечно, никакого интима. Да, я понимаю, ну понятно. Странно было бы ожидать от человека, которого я вижу первое в жизни, что я сейчас тут исповедуюсь. Ну, у нас под тысячи, понимаете, так, что можно нормально рассказать. Нет, я думаю, что я просто даже не владею информацией, как бы могу объяснить, это происходит мимо меня. Вот я не могу объяснить, да, как в момент, когда мне хочется писать, когда мне не хочется писать, ну то есть с чем это связано, понимаете, вот в чем дело. В данном случае, поэтому я не могу, мне очень трудно какие-то давать обещания в плане планов, планирования, ну писать на заказ и так далее. Это не от меня зависит. Но, Светслав, кое-что все-таки вы читаете и даже немало, я так подозреваю, не только Том Осман, но вот мы должны же подойти все-таки к предстоящему концерту. Это такая репертуарная программа «Арс про филигармонию», «Арс про филармонию», потому что будет исполнено ваше, не самое новое, но произведение так или иначе отсылающее и к «Ковиде», и к «Мандриштаму», и к многим-многим, которые в «Скорбной Лиге», «Тристие». И вот, видимо, не просто состояние, но еще и какой-то культурный контекст, что это за произведение, почему его «Минабды» будет дирижировать нашу филармонию 10-го числа, да, концерта? Будет оно звучать, почему к этому снова подошли? Может быть, время такое, как будто было… Почему я его захотел исполнять? Ну, получается, что… Это «Минабды» скажет, это «Минабды», я не хочу, да, потому что… А что для вас это было за произведение и насколько он сегодня звучит современно? Не знаю, я не знаю, насколько мы современны. Для меня понятно, что Овидий сосланный там в томат, по некоторым сведениям, писавший все это, он там, конечно, тосковал, горевал, холодно было, кругом эти варвары, скифы, хотелось обратно в Рим. Примещание там, пять книг и экспонта, то есть испось, испонта, да, то есть это, насколько я понял, это территория Румынии несовременной. В общем-то, он сидел, мягко говоря, в провинции, на берегу моря, наблюдал водичку. Ну, это что я, в общем, Бродский считал за счастье вообще, если выпало в империи родиться, там, лучше уж в провинции у моря. Да, и 25 раз ездил в Венецию, поэтому не так там было холодно. Вот, а видео было похолоднее. У вас нет состояния, что куда-то вас выслали, откуда-то может как-то… Да, из теплого местечка выше было меня, да, было мне такое… Что это за местечка? Да, это была внутренняя, но это проблема, честно, личной жизни, да, то есть вот жизнь тебе, если у тебя нет вдохновения, она тебя время от времени вдохновляет. Но для музыки это полезно, да? Надеемо. Да, но иногда ты просто вообще не можешь дышать, но иногда ты музыку можешь писать, так что бывает разное. Удивительно, с тем же Овидием, видите, что я читал, что буквально в прошлом году, к двухтысячелетию со дня смерти Овидия, его наконец-то официально сняли с него изгнание. То есть так, что он вернулся, он теперь опять гражданин Рима, так что можем поздравить все прогрессивное человечество. Да, 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 мэр города Рима, ну там как это все, это серьезно было обыграно, и вот его наконец легализовали, сняли репрессию. Посмертное возвращение. Да, две тысячи лет человек дождался. Без гражданства такое. Да, то есть вот такие. Так что в этом плане не знаю, какие-то вот такие происходят интересные кульбиты. Самый тристин, если так говорить, это такое составное произведение, оно не было задумано как трехчастное, как есть. Поэтому, в общем, так его особенно слушать нельзя, как единое целое, наверное, не знаю. Это из разных составлено, из разных, написанное по случаю, записанное по случаю. Вот. Вот такие вот дела. А вот я одну часть слышал, только там какой-то такой, может быть, я не точно выражусь, но таким немножко минимализмом веет, чуть ли вот не… Ну там я для себя… Это какая часть интересная? Первая часть, первая там для скрипта. Ну первая есть там просто бесконечный канон, и одна и та же мелодия крутится вокруг. И что там добавляется каким-то таким сложным, насыщенным каким-то фоном, там что-то… Ну да. Вроде как эти вот скифы не дают… Ну я не знаю, нет. Для меня это был образ реки, образ времени, волн. То есть это волны. В прямом смысле слова волна – это что-то такое удивительное явление, которое можно кратно увеличивать, уменьшать. Это все будет волна. Волна – это фрактальная структура, понимаете? Вот вам, как и любителю живописи, Хакусай – большая волна. Да, да. Видели это известнейшее… Сколько лет существует этой картине? Там в одной из первых замеченных фракталов. Каждый гребень каждого пальца этого волны – это повторение всей структуры всей этой волны. Вот, то есть поэтому я думаю, что волна… В принципе, представьте себе волну цунами, которая сослагается из мелких волн. Или иск… А те, в свою очередь, на следующем уровне какой-то еще более макро структура волн. Вот точно так же по этому принципу построена эта первая часть. О волне не могу вам вот здесь, слава с ней сказать, не напомнить. Может, замечательный же перевод Гелесского, может даже лучше, чем у самого Хименеса. Но когда вот он в изгнание, это почти к Ковиде отправлялся из Испании после Франко. У него эта бездна одиночества одна. И один идешь к ней издалека одинокий, как одна волна в одиноком море одинока. Он гениально. Вот все о волне, даже больше, чем у Хакусай. Но там, конечно, картинка. И не только с волной. Там же еще и Фудзи, да? Мало ли. Нет, я люблю, конечно, наверное, европейскую живопись. Хотя знать надо больше. Да и европейцы под влияние японцев попадали, как Матисса, не вспомнить, к музыке. Все-таки к современной нашей музыке. Светслав, почему вот мне радостно так, что вы пришли запросто в студию на Укрлайф. И мы можем говорить ведь о том, что, опять же, как-то все великие истины банальные, что для музыки нет границ. И насколько вот ту музыку, которую вы пишете, но вы уверены, что, скажем, ее там в Японии воспринимать так же нормально. И может там кто-то и слушает ее. Все-таки YouTube кругом, да? И там в Европе, ну не знаю, там про Африку. Какие-то такие страны, которых коснулась цивилизация не меньше, чем Украина. Вот как-то связано это с каким-то, может быть, опять же, каким-то культурным посылом, что ли? Или каким-то осознанием, правда, вы уходите от своей какой-то роли и места в развитии музыки, истории музыки, которая может быть? Какой-то идеальный слушатель, кому это адресовано в конце концов? Ну, знаете, тоже известная эта тоже хохма, Бродский ушел от этого, для кого он пишет и так далее. И он, кстати, Игоря Федоровича привел тут же, как щит поставил, для себя и воображающего Эльтер Лега. Ну, как бы не то, что лучше не скажешь, но как бы по-другому и не скажешь. То есть, рано или поздно, если ты начнешь какое-то другое построение, то если его так чуть-чуть уточнить, то ты придешь к этой формулировке все равно. Это как иероглиф Пикассо, знаете, как он в серии БК рисовал, рисовал, в конце пришел все равно это кузнечик с двумя усиками на голове. Вот все, и он вернулся опять к вот этим наскальным рисункам, да, то есть минуя десятки тысяч лет. Вот, собственно, и все. А для чего пишет, для чего автор? Ну, просто он не может действительно, ему, ну, какой-то у него зуд, 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 знаете, да, зуд седьмого года или как это называется. Вот, но он испытывает потребность. Это существо, художник, я думаю, в каком-то смысле, он просто, ну, действительно, у него еще одна потребность относительно обмена веществ. Вот, он должен нечто еще продуцировать, кроме того, что потреблять, как все остальные люди, допустим, они умеют потреблять неплохо, он тоже это как бы делает время от времени. Но еще ему для жизнеобеспечения его функции организма, ему необходимо что-то продуцировать. Как ему думать о том, кто это, кто будет конечный адресат того, что он продуцирует, ну, то он будет в положении вот этого грека, который не знал бороду поверх одеяла класть или вниз, ну, чтобы уснуть, как он это делает на самом деле. Понимаете, если человек начнет об этом думать, все, он остановится вообще, мне кажется, в своем развитии каком-то. Ну, в этом вопросе, моем, кажется, таком путаном и таком зачем-то несложенном. Ну, и моем путаном ответе тогда, да. Нет, хорошо, хорошо, непонятный ответ, и он, как бы, такой четкий, но все-таки вы задумывались о вообще роли искусства в современной жизни нашего общества. Вы говорили, что там, ну, не все, что хоть филармония, вот, чему хочется всех туда послать, пригласить. Понимаете, да, я не знаю, я думаю, что это, ну, это все равно рефлексия, рефлексия общества, но художник, да, это как бы некий заложник общественной какой-то формации, ну, какой-то, ну, он находится в эпицентре, да, вот эта трещина, которая прошла, не прошла трещина, неважно. Он в эпицентре, он какой-то резонансный пробой, через кого-то он проходит, он, да, как бы током кого-то бьет, там, крайнего, ну, крайнего бьет, цепь выстроена была, ударила его крайнего, он что-то упал или не упал, ну, или сумел как-то триггировать. Но осмысление того, что происходит, он, ну, нуждается в том, что, как-то сказать, он должен это изложить, изложить, он должен проанализировать, что-то, отрефлектировать и как-то изложить языком доступного его искусства. Изобразительного ли, вербального ли, музыкального ли, там, какого-то еще, не знаю, ли. Вот, то есть, по большому счету, я думаю, что вообще культура, как таковая, вот, как бы, мое глубокое убеждение, потому что это письма человечеству самому себе. Это такое, это маленькие такие напоминалки, знаете, как на холодильнике, бумажки себе вешаешь, хоть не забыть сделать это, не забыть это сделать, покормить рыбок, там, вывезти. Не забыть, хорошо, самих себя не забыть. Не забыть, да, потому что у человека жизнь такая быстротечная, у тебя мысля пришла, но она ушла тут же. А чтобы не забыть, ты ее потиснул. Вот, то есть, идея какая? Тебе каждый вечер стирают, как это называется, про люди в черном. Внимание, сейчас будет небольшая проверка зрения. Ты каждый вечер на боковой отправляешься, часть твоих жизненных интересов, жизненных устремлений, она аннулируется. Ты утром встаешь, у тебя уже график не такой горячий, не такой острый. И вот, чтобы этого не забыть, ты пытаешься это собрать в баночку, отложить, накопить. В течение недельки ты накапливаешь вот эти впечатления, потом так происходит в течение всей твоей жизни. Ты это все продуцируешь, как-то складируешь, вот эта жарочка у вас стоит, вот так у меня стоит, ну, где-то в сознании отложенное. Человечество обновилось, поколение прошло, следующее поколение, хоп, пришло на полочку. Только научились читать, писать. И Бетховен стоит. Да, играть гаммы. Тянется ручка к Баху-Бетховену и опять бегом всю историю человечества мы опять экстерном сдаем, правильно, за ДМШ, училище, консерваторию. И дальше ты опять оказываешься перед бесконечной пустыней непознанного, необъятного и пытаешься рефлексировать, отрефлексировать, отанализировать, отпродуцировать, отфункционировать. Каким-то образом, вот, собственно, и все. Очень понятно, может, по-своему, что я бы еще так усилил, не забыть незабвенное, кое-что, может, и надо забыть, потому что как-то забыть не значит потерять, но окончательно принять в себя на дно души, оболошно, но вот то, что нельзя забывать, это должно оставаться. Вот замечательная фраза Валентина Васильевича Сильвестрова о том, что как-то я, вот, при том, что я же говорю, с ним практически не общался, но какие-то отдельные доносящиеся голоса из-за стенки, по радио, причем услышанной, он тебе-то сказал, почему композиторы пишут музыку? Потому что жалко забыть. Знаете, вот, то есть не потому, что там утрачено джазовое или там народное музицирование, вот эта устная традиция, где люди вот просто в потоке, или что-то там они, ну, в музыкальной модальной какой-то технике они живут, там, раги, мугамы и так далее, а тут вдруг какая-то авторская концепция, авторская конфигурация, вот почему-то она именно ценная, вот в такой комбинации, а не в какой другой, некие уникальные снежинки, чем они уникальнее, чем соседние миллионы снежинок, никто не может сказать, ну, вот они почему-то тебе жалко их забыть, понимаете, и ты их протоколируешь, все, кто найдет, того будет, ну, или кто сумеет восхититься, он тоже это обретет, а нет, забудем так же, как и все остальное. К какому-то прямо дзон-буддизму мы всего года стремимся, когда еще вот последний шаг, это акварелью писать по воде, Да, это мне образ тоже очень нравился, да, Хоку, вот эти, действительно, конкурсы Хоку. А у меня стоит тут на полочке тоненький, маленький Исикава, Току-Боку, который тоже ведь недолго пожил, а так вот хорошие у него эти пятистиши это были. Слав, все-таки, вот я понимаю, что живя в Киеве, сейчас мы уже как бы подходим к какому-то финалу, да, нет-нет, да и приходится вам встречаться с публикой, не только вот там с интервьюерами, да, вот с публикой. И профессиональная публика в Киеве, вот насколько она вам интересна? Я уже не говорю там об адресном, о роли и прочее, просто, ну, люди, какие-то знакомые, друзья, вот с кем вы общаетесь вообще? Я не знаю, что такое профессиональная публика, для меня загадка, я не знаю. Не, ну, люди, которые там подготовленные, художественно-развитые, музыкально, может быть, читающие не просто ноты, а вот как-то понимающие о чем, вот мы о Жене Громе вспоминали замечательно, я бы еще только о Громе вспомнил, аж с такой, что вы не сказали, вот вам он не так, как Шнитке, но как, если говорить о предшествующих не кумирах, которые вот и не сотворить себе, понятно, но все-таки горы, горы. Это уникальная фигура, как бы сейчас не относиться к нему, я отдаю себе отчет, что ты великий-великий музыкант, великий композитор, да, то есть тоже заложник эпохи, ну, как и многие. А вы его много слушали и слушаете? Ну, сейчас нет, абсолютно его не слушаю. Мне всегда казалось, что, ну, то есть, когда я закрыл тему, сейчас такое вещь, я понял, что это не как головная боль, которая мне не нужна, но она мне не нужна. А уствольская вот эта слеж? Ну, это другого рода. Головная боль? Головная боль другого рода, более концентрированная и что ли, трудно сказать, более, какая-то более жуткая, более страшная, она тебя проталкивает куда-то. То есть, в том плане, что шесты кое-что, ну, это такое действительно методичное какое-то вот такое насилие. Ну, потому что он его испытывал, он жил, он его изживал, вот это все понятно, да. То есть, даже я помню очень хорошо, что у меня была пластинка, я уже не буду говорить. Ну, как квартет и квинтет, скажем, пусть будет, Бородинцы и Насеткин, седьмой квартет и фортепианный квинтет. Вот, и я очень хорошо помню, что я вот слушал, слушал, и мне страшно захотелось разбить эту пластину. Ну, просто какая-то вот ненависть возникает вот к этому роду музыке. Я не знаю, она действительно вызывает вот какой-то реакцию. Я не представляю, человек, который может спокойно к этому относиться, ну, мне кажется, он лишен каких-то рецепторов, он просто не серьезно слушает, что с такой вещей вытесли. Ну, и 14-я симфония. Вот, но, ну, очень много вокруг и связано, понимаете, то, что Шостякович был атеистом, ну, то, что он в 14-й симфонии замыслил как анти-реквием, о том, что он говорил о том, что... Он говорил, что прямой адресат, не адресат, а прямой идеал был для него, песни и пляски Мусоргского, единственное произведение, на которое он с этим мог равняться. Ну, еще упоминал Бриттона военный ряквием, вот, которым, собственно, и посвятил. Ну, я именно Бриттона просто посвятил, это произведение. И все там мысли о смерти собранные, ну, вот они не дают ни выхода, ни преодоления, ни примирения человека, ни с мирозданиями так. Ну, то есть, то, что уже великие люди до него прожили и жить. Например, тут же Бахли, Гайден, Моцарт, огромное количество музыки, огромное количество образов смерти. У Баху Леща было столько детей, и жена Анны Магдалены, и все вокруг играют, и церковка недалеко, ну, и ритмы, и все. Я хотел сказать, что, ну, Толстой даже нашел в смерти Ивана Ильича, как бы, там, форму какого-то примирения. И вопрос еще настолько, ли она религиозная, или она имеет отношение к тому, вот, мимо чего мы сегодня прошли, конечно, сознательно, к исповеди какой-то, к вопросам самому себе. Наверное, же, когда вы говорите, что музыка и композиторская деятельность, это главное сосредоточение на том, что нельзя забыть, на незабвенном, то, наверное, это еще и всегда какая-то исповедь самому себе, да? Ну, понятно, Марк Аврильевич, причем Марк, кто там? Августин Блаженный же исповедь, да, ну, и Толстого я вспомнил. И, переходя, ну, спасибо, кстати, за вот такую короткую, но сейчас такое очень важное вещи, переходя к Евгению Громову, как профессиональному, в общем, исполнителю, блестящему, да, профессиональному слушателю, мы говорили о слушателях, мы о публике, конечно, помню, это публика в Киеве или где-то в мире, или вот вообще, она нужна ли она вам, или как-то мы уже ее пропустим, ну, Женя нам нужен, понятно, без него никак, сегодня, может, он придет ко мне в гости, Конечно, что бы вы делали, если бы он не было. И Горобовского придет опять, а другие вот люди, которые, ну, как-то вот они тянутся к вам на произведенческом уровне в начале, а потом знакомятся лично, вот как я сегодня, чтобы поговорить, насколько с их стороны бывают умные вопросы какие-то, или вообще как-то общение с ними вас развлекает, и даже, может быть, может унежить душу, как там говорил. Трудно сказать, иногда, иногда бывают, иногда какие-то мысли, ну, как из любого общения, ты иногда понимаешь, что там, ну, ты пошел в компанию какую-то, где общался, А там слышат вашу музыку? Нет, вот они все фанаты вашей музыки, такое было? Нет. Пока. У меня нет фанатов, ну, наверное. Ну, что, точнее, когда все исполняют и там, и там, и везде, и вот будет звучать десятого, значит, они есть. Все-таки профессиональная публика, это получается такой фантом какой-то, да? Нет, ну, профессиональная публика, она, безусловно, есть, но она, как бы, по определению, должна быть как бы всея, да, понимаете, люди, которые ходят по ресторанам, например, люди, они могут составить себе мнение о том, какое меню, где, в каком ресторане они могут вам изложить, не знаю, назвать их профессиональными гурманами, нет, но они просто, они в курсе. Они в курсе, они в курсе, у них есть вкус, да, у них есть вкус, достаточно большое количество людей, которые пытаются, ну, не общепить, там уже сейчас нет, фастфудом там или дома, они не знают, как бы, даже, о чем речь. У них есть, конечно, свои вкусы, пристрастия, они говорят, они... Катушка жареная. Да, прекрасная. То есть, их вполне полезно. Каша полезная же с утра. Или что-то, что полезно, да, то, что, ну и так далее. Понимаете, а композитор не может быть ориентирован на вот этого, на возвратки вот эти, понимаете, на обратки. То есть, на вкусовщину какую-то? Долларов или как-то прячут, или это другая бутылка. Я не знаю, чем вы. Я не знаю, чем вы. То есть, программы этого не видели. Видите, я популярно вот тут, какие-то, коснулся такой поп-сы телевизионный, хотя это великий проект. Ездят по миру люди, так, сам сидишь дома посмотрел, и они там тебе 100 долларов где-то сходят. С бутылкой я согласен. Это тогда последний вопрос. Все-таки, насколько вот, Сяослав, вы думаете и вообще являлась ли реакционная, так называемая, романтическая традиция и в музыке, и в культуре, и вот что такое романтизм? Адресуем все-таки молодежи мы какую-то часть нашей беседы. Понимаете, я думаю, что романтизм это как некий переходный возраст музыки. Когда подростковый, пубертатный период, переходный, сложный период, вот это какое-то осознавание на половое созревание, то есть это воздействие определенного гормонального фона на какие-то твои культурные отправления. Они не могут не взаимодействовать, но какой-то определенный культурный пласт, он больше этому придавал значение и внимание уделял. Ну, скажем так. Вот, собственно, и все. Ну, в музыке эти великие фигуры, не знаю, сходу. Ну, замечательно. До Вагнера доведем мы, это вот вам сублимация доведенная до, если да, то есть как он может довести, кого хочешь. Ну, все-таки упрощаем. Чего хочешь? Ну, хочется же разделаться, преодолеть романтизм. Хорошо, как он преодолевается тогда? Ну, не знаю. Преодолевается, ну, преодолевается экспрессионизмом. Он размывается, просто люди начинают идти резко в другую сторону, как отказе от какой-то, как отказе наследовать это. Просто вот отказ. Понимаете, вот один человек родился в Шонберг, но я его так представляю фигуру. Он понял, что только кризис романтической гармонии, да, есть классический труд там, Курта, по-моему. Он говорит, что для Шонберга ставил вопрос, или он будет дописывать какие-то плагальные обороты там, или еще пару каких-то модуляций допишет до вот этого гигантского колбасы вагнеровского построения, до этого паровоза с океаном как бы во главе, понимаете? Либо он вообще это все, ну, как это сказать, аннулирует для себя, то есть откажется, попросту откажется и начинает сопоставлять 12 независимых тонов и вокруг этого строить какой-то в невесомости новый микрокосм. Понимаете? То есть вот его преодоление таково. У Дебеси реакция была в трестании, в Пелясе и Мелизандии. Абсолютно другая. Наследование традиции кинулся Бориса Голунова Мусоргского, Русская школа, какие-то вот фонизмы, звучание и так далее. Лады, диатоника, торцовое образование, септаккордовые, фонизм. Какие-то совершенно другие принципы. Отказ от лейтмотивности, от бесконечного там, шутки же были, что каждый там, не знаю, прыщик, каждый прыщик у Вагнера, он уже лейтмотивом был наделен. Понимаете? Каждая ворсинка имела свой лейтмотивчик, то есть это все. Стравинский пошутил на эту тему, что говорит, немцам неведомо понятие мелодия, они оперируют темой. Для них тема есть, тематизм, есть тема, есть ряд, есть вот вещи эти для них незыблемые. И в флоте тогда даже поствоенного авангарда пронесло себя в Достокхаузен. Ну вот два слова о миссиане, как его будут исполнять? Миссиан, да, колоссальная филгура. Да, к этим птицам уже непонятно, к чему он пришел на финиш, но у вас-то далеко еще там финиш. Кто знает, где этот финиш. Миссиана, как это для вас звучит, что за финиш такой у него был? Он точно нашел, отличавшись с такого человека, какое-то примирение с миром природы? Это человек-католик, прослужил всю жизнь, то есть он как бах, работал в церкви, просто в Святой Троице ходил на работу, играл на органе, то есть это человек-служебная фигура. Потом он вел класс анализа, по-моему, или как-то называлась в Парижской консерватории. Все, кого мы знаем во второй половине 20 века, так или иначе связаны в Европе, да и не в Европе тоже, и американцы ездили все к нему, к Надибуланже там в Париж, и Миссиан, это как бы все были. Сибулес, Штекхаузен, Мексинакис, все вышли из школы Миссиана, но Миссиан, понимаете, начиная как свой путь, грубо говоря, от какого-то, я бы сказал даже пантеистического и католического видения мира к анализу и скрупулезному какому-то структурированию своего музыкального языка, придя к ограниченности ладов, ограниченных транспозиций, то есть очень штучный язык, искусственный язык, он сам его придумал, он не наследует ни одной из гармонических теорий, ни древнегреческой, ни пифагорейской школы, ни европейской, ни любой какой-то этнической народной школы, другой мировой. Вот самопальная, самодельная теория, то есть это такой доморощенный, вот так можно сказать. Но он так глубоко вошел в это, что он открыл там весь мир, новый мир. И в 49-м году он пишет этюды ритмические, в котором полностью выдает, так сказать, ну формулирует, то есть там манифест сериализма, где все параметры проструктурированы. И тут же это хватают в руки, и Булес и Штекхаузен, и каждый начинает развивать по-своему и так далее. То есть вот что такое, Мессиан в каком-то смысле это, ну такой вот, огромная, огромная такая матрешка, из которой вышли огромные сущности, огромные, то есть просто целые миры. Вот, собственно, поэтому что о нем говорить? Это уникальная фигура, уникальная и абсолютно и по языку, и по всему, по красоте. Два слова о теории надо сказать, после тем более прекрасного спича о Мессиане. Надо бы добавить, конечно, еще вот этот опыт личной страдания, там, лагеря и прочее, но этому вопросам тоже, да? Да. Но вот когда пытаешься... Ну, лагерь, лагерь рознят, это же поправки, кто его знает, в каком он лагере. Да, он сидел, да, говорил, что не так сурово, но все равно это опыт же и... Представить себе, да, лагеря, описанные в другой литературной традиции, да, и свидетелями, трудно представить, чтобы там... Шаламова не будем трогать все-таки. Ну, это лагерь другой тоже. Да, да, другой лагерь. Но с теорией, вот такой по скриптам, да, я понимаю, что... Ну, как-то нет ничего практичней, хорошей теории, не знаю, как это для композиторов актуально, но вот мы там пытаемся читать всю жизнь какие-то классические, философские произведения и не дочитываем там... Я список кораблей дочел до середины, а тут даже в начале где-то какой-нибудь финалоги духа, ты остываешь, а предвещает Геннадий Агора, который дочитал там время блокады Ленинградской, и потом опять Глоб написал, понимаешь, что ну не дается, не выходит все это. Вот есть такой человек Асафьер, да, который там был понятно, известен всем, и его теория интонации. Насколько это можно использовать, насколько это еще близко вам, и как вы к этому относитесь? Ой, трудно сказать, никогда не прочитал его, ни музыкальная форма как процесс, ни вот эту теорию интонации, ничего не могу сказать, то есть вблизи не видел, да, как бы очень многие вещи эти связи с Прокофьем, все, что я знал об Асафьеве, у меня это вызвало негативную как бы... А Прокофьев с Асафьевым они же там вроде... Нет, ну как бы они дружили, да, я имею в виду, и Стравинский с Асафьевым находился в каких-то отношениях и так далее. Дело не в этом. Дело не в этом. Мне кажется, что вот совершенно другой взгляд на... Ну это можно сказать не проблематика интонации, но проблема вообще музыкального... взгляда на музыкальную материю, которая родилась, как бы можно сказать, разородилась в начале 20 века, это есть сосуществование отдельно взятых тонов. Действительно, то, что нововенцы ввели в обиход. И, например, представив себе какую-то мелодию Шонберга или Веберна, мы представляем, что это не есть мелодия интонируемого слуха, где наша память запоминает предыдущий тон, и для нас это связывается в некую гибкую мелодическую... мелодическое построение, какое-то тело, абрис какое-то тело. Нет, это существующие на разном расстоянии звезды, это созерцание звездного неба, можете себе представить. Ковш медведицы большой, это мелодия, ну для обывателя, он видит себе рукояточку, где можно держаться, но это же абсурд. Мы понимаем, что эти звезды, они находятся на таком расстоянии, в совершенно других пространствах, в других плоскостях, в других галактиках, ну я сейчас не сильно владею как бы терминологией, но я думаю, что это абсолютно ведь, это не одна плоскость. И представьте себе, что музыка, она может оперировать такими понятиями, в этом плане она становится, ну возводится в ранг вот этих космогонических концепций у любого, она выдерживает, понимаете, эту нагрузку, поэтому сейчас мы тупо сюда привлечем Асафьева с его вот этой вот тазобедренной какой-то, понимаете, терминологией. Ну нет, с клеточкой, с которой он развил, как вот Маркс из капиталя, из товара, как может быть. Я не в курсе. Ну я пытался. Мне помогло, нет, я говорил, что может мне помогло во многом невежество, я хлопал по микрофону. Я в том плане, что невежество для художника это иногда очень классная вещь, потому что тебя, ну опять же, не давит на тебя девятое. Спасибо большое. Было, наверх, интересно, да не только мне, нас похвалит фирмата или какие-то люди, которые просто во все это вгрызаются, все знают, но здорово, что вот можно так общаться и даже дилетантам удается услышать всякие вещи, которые касаются все-таки музыки, ну вот как чего-то такого, к чему мы все-таки пойдем, десятого, чтобы как-то слышать по-человечески, люблю повторять, это такой хороший образ, что вот именно там в филармонии мы можем, может быть, только там и где-то еще в некоторых местах слышать по-человечески, поэтому десятого будет звучать и ваша музыка, и Минабды будет дирижировать, и хороший будет концерт. Стравинский бар, так вот, вот, мы же, ну это просто Минабды расскажем, не менее, это союз такой, да, Лунев-Стравинский бар, так вот так, три пока. Ждем десятого. Спасибо вам и надеюсь продолжим разговор в нашей студии. Спасибо вам тоже. А мы продолжаем нашу трансляцию науковой FTV. А.